Проведение спортивных соревнований на территории Брестской области стала доброй традицией, которая дает возможность собирать вместе любители активного образа жизни из разных регионов страны. Жители нашего города с огромным удовольствием принимают участие в таких мероприятиях и с таким же нетерпением ожидают гостей. В эти дни у них появилась отличная возможность увидеть республиканские велогонки среди мужчин на призы сельской газеты, проходящей по маршруту Брест-Пружаны-Береза-Барановичи. В районе Грибного канала уже состоялось открытие соревнований и одиночная гонка на 9 километров, а это значит, что впереди спортсменов ждут не менее увлекательные этапы велопробега. Еще полгода назад наша редакция, редакция нашей газеты, которая входит сегодня в состав медиахолдинга «Беларусь сегодня», решила стать информационным спонсором одного из спортивных мероприятий. А поскольку газета наша сельская, то логично было бы выбрать вид спорта, мероприятия которого проходили бы именно в сельской местности. И как нельзя лучше, открытый чемпионат по многодневной велогонке в Брестской области, который проходит ежегодно в республике, подошел для этих целей. В январе этого года руководство нашего медиахолдинга, включая газету «Советская Беларусь», мы решили предложить Федерации велоспорта организовать совместный турнир на призы сельской газеты. И вот так вышло, что мы достигли договоренности. И вот в августе месяце, как это второй год подряд уже проходит открытый чемпионат многодневной гонки на шоссе в этом году на призы сельской газеты. В соревновании по велоспорту как в прошлом, так и в этом году принимают участие сильнейшие гонщики нашей страны. Многодневный велопробег с полувековой историей ежегодно привлекает все больше участников. Данное состязание собрало около 70 человек. В планах у них одиночная и групповая борьба за главный приз. Есть вероятность, что в последующие годы открытый чемпионат приобретет статус национального и будет носить гордое название «Тур до Беларусь». Уже пришло это время. Дело в том, что когда гонка только стартовала, в 1963 году в Советском Союзе, была идея сделать что-то такое «Тур до Беларусь» в масштабах той страны. Но, да, какое-то время она была достаточно престижной. Но со временем ее престиж угас. И вот как раз сейчас, я думаю, самое время возродить такую гонку. Сделать ее не только «Тур до Брест», как мы ее сейчас называем, а «Тур до Беларусь», потому что как раз в Брестской области есть что показать и зрителям, и участникам, и гостям. Престиж гонки, конечно, высок. Я думаю, что с учетом того, что подключилась сельская газета, и в этом году впервые гонка проводится на призы сельской газеты, я думаю, что статус ее еще вырастет, учитывая то, что гонка все-таки проходит больше по сельской местности, чем по городам. Летняя жара не смутила молодых велосипедистов. А опытным спортсменам не привыкать к аномальным проявлениям погоды. Они уверены в себе. Данную уверенность и волю победы говорят о многом. Занимаюсь уже 8 лет данным видом спорта. В этих соревнованиях принимаю участие второй год. В прошлом году проехал неплохо, в принципе, четвертым закончил. В этом году рассчитываю на победу. Посерьезно настроен на хороший результат. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».